И так, ну что ж, Ариару, мои маленькие любители покушать, у микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и это великолепная игрушечка Факторио с модом Кроссторио. За кадром произошли, как я люблю, это говорится всегда, это в принципе говорю, достаточно большие изменения. В частности, это изменение коснулись всей моей базы. Где-то я что-то поделал, где-то я что-то модернизировал, здесь я, например, начал глобальную перестройку почвы, то есть здесь вот наносится такое вот у нас банальное ванильное покрытие из обычного вот такого вот нашего железобетона. Немножечко я тут достроил солнечных панелей и обычных аккумуляторов, потому что, как можем помнить, в прошлой серии у нас были какие-то просадки по этому всему делу. Ну и в принципе так вот дальше по мелочи, где-то что-то доделалось, где-то что-то переделалось, ничего серьезного. За исключением вот этого нашего цеха. Вот здесь вот у меня располагается железодобыча, отсюда вот здесь вот я сделал электрические печи, которые переплавляют руду и делают вот такой вот железный гонвейер на вот эти вот топливные заводы. А топливные заводы, как ни странно, производят нам необходимое ракетное топливо, используя при этом железо, дизельное топливо и кислород. Кислород у нас добывается благодаря атмосферным конденсаторам, которые просто берут из атмосферы весь кислород и его как бы жижают, помещают в трубы. Из труб все это помещается в резервуар, а из резервуара помещается это все в наши вот эти вот топливные заводы. Мощности у этих заводов очень маленькие и вот этих вот масштабов тоже достаточно мало на все мои нужды. Если что, я могу расширить, это вообще не проблема. Это ракетное топливо на самом деле много где понадобится нам, и оно уже здесь начинает загружаться в поезд под тем же логическим условием. Он будет здесь стоять на станции, пока не заполнится до конца. И я хочу сейчас пойти на станцию разгрузки, которую у нас добавилось здесь на базе. Вот мы по идее подъезжаем к этой станции разгрузочки. Все, сейчас у нас по идее все ракетное топливо выгружается вот таким вот способом, объединяется в единую линию. Он уже выгрузился и пошел дальше забирать это ракетное топливо. Оно все пока что нигде не используется, за исключением поездов. Мы видим его вот здесь вот уже на линии конвейеров, которая пущена по всем поездам. По-хорошему это надо заменять дронами, то есть вот эту вот всю линию конвейеров нужно заменять дронами, чтобы она вот здесь вот лишними не скапливалась. Но я думаю к этому придем, как только мы изучим нормальную логистику дронистическую. Я не помню, как мы эффективно с вами за кадром это было или не за кадром, но вот такая вот сейчас у нас дрон-сеть расположена вокруг нашей базы. Зеленым именно строительная, а рыжим закрашена та зона, где у нас есть логистика наших дронов. В этой же серии я хотел бы заняться в приоритете тем, что наконец-то начал бы следующий тир исследовательских пакетов. Тут называются они карты продуктивности, вообще не важно как они называются, главное что они фиолетенькие и желтенькие. По факту для них практически у нас все готово. Именно для желтых, потому что сначала я хочу изучить желтые, ведь желтые позволят мне изучить вот эти вот мои любимые сундуки запроса, которые позволят мне буквально очень много на карте масштабировать. Так вот, для желтых карт нам не хватает лишь пары вещей. Получается процессоров, а остальное все у нас уже готово, в том числе и ракетное топливо. Для того, чтобы получать процессоры синенькие, нам нужно как ни странно редкие металлы. Ну а для того, чтобы делать редкие металлы на базе, они понадобятся мне не только в процессорах, но еще на моле они мне понадобятся, ведь очень много на самом деле из них рецептов делается. И я думаю, даже мне придется здесь вставить новую станцию, не такие на самом деле мощности мне нужны и будут по ней, но тем не менее они нужны. И вот здесь вот я думаю, она прекрасно встает, сейчас нужно будет сделать станцию, поезд на нее и идти искать, какие вот редкие металлы я мог бы обрабатывать. У нас они есть в некоторых местах, я понимаю. Вот, допустим, здесь вот есть редкие металлы, здесь у нас есть, но здесь вот как-то добывать очень неудобно. А также есть вот здесь вот необработанные металлы. Давайте пока что будем брать отсюда, а дальше что-то подумаем. Станцию примерно я разместил, я в принципе и да, таким образом размещаю, не таким вот замысломатом. На обоих сторонах станции должна быть обязательно проходные светофоры, без них вообще ничего не получится. А станция будет называться редкие металлы дом. Ну, наконец-то у нас поезд сделался, я хочу его заправить, конечно же, вот этим вот ракетным топливом. И сейчас мы направляемся вот сюда, вот в автоматическом режиме. Все, мы успешно приехали. Теперь нужно доложить железную дорогу до туда. Вы не представляете, как сильно обожаю я это делать именно с помощью дронов. Ты поставил их, а они все за тебя делают? Какие молодцы, я не могу. Вот, наконец-то у нас жила с редкими металлами, она очень маленькая. Я думаю, ее хватит. Если не до конца игры, то очень надолго. Если что, на примере этой жилы будут построены все другие станции по добыче именно вот таких вот типов ресурсов. Здесь, я думаю, подойдет идеально Т-образный перекресток. Вот так вот, по-моему, идеальный вариант. Здесь у нас станция будет называться драгоценная металлодобыча. А что у нас? А, у нас дроны на подзарядке, им не хватает энергии, чтобы дальше строить, понятно. Ну, значит, будем ждать, когда они зарядятся и нормально смогут все это использовать. А все потому, что у нас модульная броня очень малой вместимости. И это мы сможем решить только, когда сможем с вами, наконец-то, производить синие процессоры. Так, главное, что я электричество подвел к нашей вот этой вот CCC. На попроводам у нас все течет. Пока у меня тут дроны заряжаются, я бы хотел посмотреть и попробовать разместить вот эти вот электробуры. Но, к сожалению, просто так взять вот, допустим, вот эту вот руту и добывать ее, как остальные ресурсы, я не смогу. А все потому, что эти ресурсы, не знаю, к сожалению или к счастью, требуют жидкости определенные. Можно видеть то, что у нас буры уже поменяли немножечко текстурку. И по подобию урана они тоже будут требовать только не серную кислоту, а что-то другое, если я вспомню. Где этот? Хлор. Вот он, вот он, то, что необходимо для них. А, к сожалению, я думал, что это какой-то продукт из нефти, но хлор, как мы знаем, из нефти не добывается. Сейчас мы с вами главным делом все подведем сюда. Буры размещены, это все под водочкой сделано, осталось разместить здесь склады, но дело за малым. И сам хлор. Мне нужен песок и вода для того, чтобы получать хлор и водород на заводе электролиза. Песок у меня, в принципе, тут есть, тут есть залежи камня, на которые я и могу добывать этот самый песок. И мне не придется использовать трубы для того, чтобы его куда-то эксплуатировать и производить. Я думаю, здесь вот небольшое производство этого самого песка можно организовать, вот здесь вот. И как раз у нас заодно здесь и вода есть. Можно было бы это где-то разводить на базе, но, насколько я знаю, хлор не так сильно распространен и не так сильно нужен. Но при желании он все-таки может пригодиться, поэтому в любом случае какую-нибудь станцию погрузки я сделаю с ним. Я сейчас хочу немножечко еще развернуть себе сеть дрон-станций, для того, чтобы дрончики мне подвозили пока потихонечку ресурсы, пока я здесь пытаюсь развернуть производство вот этого самого камня. Вон какая орда дрончиков летит ко мне с нужными припасами. Я думаю, станция по загрузке хлора самого, она будет чуть... И все-таки расстояние достаточно немаленькое, поэтому в любом случае я сюда, думаю, какой-нибудь поезд пустить все-таки будет необходимо. Примерно станция по добыче уже готова. Эта жила полностью теперь должна добывать. Останется дело за малым, разместить хранилище для того, чтобы доделать эту станцию. И также нужно здесь вот размещать уже еще одну дополнительную станцию, на этот раз для хлора. И вот здесь вот уже получается развертывать производство этого самого хлора. Что у нас здесь получается по итогу? Здесь у меня полностью функционирует уже добыча камня успешно. Здесь нормально сделана развязка и станция по добыче хлора. Здесь у меня стоят, получается, вот эти вот заводы электролиза. Вот здесь вот у меня обычные две помпы, которые качают воду в большой резервуар. Здесь у меня стоят обычные заводы электролиза, которые поступают, во-первых, вода. Также сюда нужно подводить обычный песок. Песок у нас поступает из дробителей. И по расчетам хлмода нужен один всего дробитель на две фабрики. Примерно по такому принципу здесь все и стоит. И если я сейчас все правильно понимаю, как только я вот так вот сюда ставлю, должно все это нормально ехать, функционировать и вообще существовать. Первые как минимум пошли, они вон что-то начали производить уже. Вторые тоже, третьи тоже, а до четвертого практически ничего не доходит. Вообще, в идеале, мне тут третью линию надо пустить, да? Хорошо, сейчас пустим третью линию здесь, камня. Для того, чтобы все это более-менее оптимально работало. Как раз вот здесь вот у нас имеется небольшая просадочка. Именно вот сюда вот, чтобы все доходило. Сейчас все это нормально будет функционировать и работать. Все, нормально песок пошел. И мы можем видеть то, что все и каждый эти заводы успешно работают. Они нам производят, получается, два основных ресурса. Это, получается, сам хлор и водород. Хлор у нас идет по всем трубам. Они все объединяются и выходят у нас вот сюда. И получается, в большой резервуар. Из которого все попадает в вагоны цистерны наши. И он у нас успешно таким образом заправляется. А хлор нужно куда-то девать. И он пока что у нас попадает в огромный резервуар. Из которого все выходит и сжигается при необходимости. То есть сюда попадает он, водород, пакельные трубы. И он тут успешно сжигается без особых проблем. Сделал я небольшую логику, то что сжигается больше 10 тысяч. Просто для того, чтобы вдруг что. Но у меня есть тут водород, который я могу где-нибудь здесь себе использовать. По-хорошему мне нужен какой-то здесь способ, как этот поезд заправлять. Я, скорее всего, здесь поставлю каких-нибудь дронов. Просто сундучок. И сюда буду подвозить топливо вручную. Пока что будет уголь. По 2000 хлора получается в каждом вагоне, да, у нас? Замечательно. Я думаю, этого хватит. Мы ставим ручной режим и поехали с тобой. Мы с тобой едем вот сюда. Где у нас будет с тобой организована сейчас станция по разгрузке всего этого хлора. В принципе, станция разгрузки у нас успешно здесь организована. Я решил отказаться от логики. Она не нужна здесь совсем. И просто применить стандартную схему по способу погрузки и разгрузки. Именно станция здесь будет называться хлор драгоценные металлы. И эта станция у нас, получается, идет до полной разгрузки. Все. Мы сейчас поезд отправляем временно на эту станцию. Он должен сюда прибыть. И мы его должны будем здесь разгрузить успешно. Так. Он у нас, получается, приехал сюда, разгрузился. И, получается, за один раз привезлось сюда чуть больше, чем 35 тысяч хлора. Маловато, конечно, маловато. Но, ладно. Я думаю, этого количества должно хватить. Хотя бы на чуть-чуть. Ведь уже тут что-то пошлось добываться у нас. Замечательно. Осталось мне, наверное, тут немножечко разместить света. И нормально подвести сюда ко всем нашим бурам трубы. Для того, чтобы они нормально функционировали. Все. Получается, система полностью работает. Через помпу аж отсюда тянется сюда вот, получается, труба. По-хорошему, для красоты нужно было ее вот здесь отпустить. Ну, ладно. Опустим этот момент. Нам здесь не эстетика важна, а непосредственно сам процесс добычи. Мы видим, что все это успешно добывается. Хлор у нас сюда добывается. Все замечательно. И потом хлор идет, получается, и распределяется здесь по разным контейнерам. По идее, эта вся система должна сейчас работать без нашего участия полностью в автоматическом режиме. И пускай сейчас он немножко сюда загрузит металла, чтобы мы отправились сейчас на базу. И уже на базе мы с вами разбирались бы со всем остальным. Получается, поезду я стандартную логику настроил. Сейчас последние предполетные проверки, так чтобы на всех светофорах у нас все нормально было. И мы можем успешно отправляться домой с небольшим количеством драгоценных металлов, которые мы здесь с вами понадыбали. По-хорошему, у меня этот поезд должен, как и все добывающие поезда, ездить по нескольким разным станциям для улучшения процесса и для скорости, в принципе, добычи вот этих вот драгоценных металлов мне на базу. И обязательно я этим займусь, возможно, вне серии, чтобы лишний раз не затягивать это прохождение. По идее, мы прибыли сейчас на базу с вами и все, поезд разгрузился тем малым количеством, которым смог. Но сейчас, если я все правильно понимаю, мне нужно с вами вместе организовать переплавку вот этого безобразия. На переплавку я хочу организовать нестандартным вот таким вот методом, через устаревшие вот эти вот стальные печи, которые я до этого использовал, а через электрические печи. Тем более, что 50 штук у нас здесь имеются. Я уже переделал производство методов на электрические печи и то же самое я хочу сделать с производством нашей драгоценной руды. Я не знаю, я думаю, вот двух таких вот цехов мне хватит за глаза, прям вот даже с лихвой этого будет достаточно для тех масштабов, которые мы производим здесь вместе с вами. Мы, по идее, это все разместили и теперь наши дроны должны это все построить. На то, как строят эти дроны, можно просто бесконечно смотреть. И осталось дело за малым, вывести всю вот эту вот руду, которая здесь будет у нас производиться. У меня для драгметаллов специально тут уже выделена линия на нашей линии. И как раз таки это все дело у нас пока что будет выводиться в единую линию, то есть в одну. А дальше по делу посмотрим. Может быть даже если понадобится, я сделаю их две здесь. Да, только вот здесь вот проблема, чтобы вывести это все нормально на линию, здесь нам мешает немножечко уголек. Пойдем разбираться, раз мешает. Так, и если я все правильно понимаю, как только я размещаю здесь последние конвейера, у нас все это безобразие должно нормально пойти и переплавляться, а вместе с этим идти уже по протянутой линии конвейера в нашу, получается, основную шину базы. Привет, привет, цветастые вы мои. Замечательно, уже хорошо и невероятно классно. Теперь же я хочу наконец-то начать производить хотя бы в малых-малых масштабах эти процессоры синенького качества. Ой, они у нас и складироваться начинают, и отсюда выходить начинают. Такое приятное безобразие. Для того, чтобы начать синие процессоры делать, мне нужно посмотреть вообще, что нужно для этих процессоров. По-моему, ничего такого сверхъестественного. Красные процессоры, серная кислота и редкие металлы. В принципе, ресурсы достаточно легкие. Сейчас для полноты картины нужно еще побольше разместить вот этих вот дрон-станций, чтобы потом их не размещать. И все у нас будет замечательно. Мы берем, не паримся особо по поводу продлевания этой шины. Продлевать ее все равно нужно в любом случае. У нас есть прекрасная возможность использовать наших дронов для этих корыстных целей. Воду и серную кислоту я вывел, получается, вот сюда вот нам для производства серы. А для производства серной кислоты нам не хватает лишь железа, которое вывести сюда, я думаю, тоже можно будет без проблем. Железо я тоже очень странным образом вывел сюда. И главное, что у нас выходит, получается, из наших производящих химических заводов серная кислота на наши микросхемы. Это хорошо, только сами микросхемы-то у нас не делаются пока что. Вот так вот, получается, у нас должна будет и вся эта схема. Сейчас давайте ее немножечко масштабируем. Не знаю пока до каких масштабов. И отсюда, получается, будут выходить у нас уже синие микросхемы. Замечательно. Останется мне сюда подвести, во-первых, электроэнергию. А во-вторых, саму ресурсную базу. Пошла ресурсная база, здесь она разделяется, здесь и эта разделяется. Как красиво. Когда вот уже собранный вариант подключаешь к финальной системе, то это очень эстетично выглядит, и мне прям до безумия это все нравится и безобразие. Как и следовало ожидать, у нас сразу все драгоценные металлы закончились, как только они у нас здесь сюда поступили. Но если присмотреться, то здесь можно их наблюдать. То есть какое-то количество на конвейерах все-таки они остались. Значит, у нас не все так плачевно, как казалось на первый взгляд. Но зато мы с вами сколько? 16 процессоров еще там у нас едут. Смогли успешно произвести. Сейчас мы это докопим до 40, и я наконец-то скрафчу себе эту броню. О, 40, ровно 40. Супер. Броню мы скрафтили. И как здесь много места, меня просто это невероятно радует. Все модули, которые у меня здесь были раньше, я разместил вот сюда вот. Сюда же я размещаю вот эту вот дронстанцию перерациональную. Что у нас здесь еще есть такого, что я могу сюда разместить? Экзоскелеты. Вот эта вот вещь очень нужная и полезная, но не с тем количеством энергии, которую мы сейчас с вами производим. У нас один вот такой вот бегунок жрет, по идее, 200 киловатт. Два бегунка будут жрать, получается, 400. В идеале нужно еще просто большую портативную панель сделать и вообще не париться по этому поводу. Я просто решаю отказаться от оборудования для игнорирования конвейеров. В пользу, наверное, еще двух вот таких вот больших солнечных панелей. Ну-ка. Все, мы можем с вами бежать, но при этом всем безобразие у нас не успевает капиться энергия. Давайте все-таки панель, а потом уже дальше будем думать. Я 100% уверен, что это не последняя броня, и здесь еще куча может уместиться всего на свете. Но на таком прекрасном моменте, я думаю, что потихонечку мы вместе с вами будем заканчивать эту серию. У нас уже получилось начать производство этих синих микросхем, но, к сожалению, их производство у нас упирается в нехватку драгоценных металлов. А добыча драгметаллов у нас упирается в нехватку не серной кислоты, как бы это казалось, а в просто нехватке вот этой вот производственной мощности и количества бюро на единицу пространства. И для того, чтобы это все ускорить, по-хорошему нужно разрабатывать новое месторождение, например, вот это. Тем более, что оно здесь недалеко находится, и курсировать еще один поезд, думаю, без особых проблем будет здесь. Ну, я сделаю это, скорее всего, за кадром, и не буду вас беспокоить. Ну, и на этом пока что все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Еще услышемся.